Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания. Опубликованные в книге «Сокровище искусство. Картина знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Издательство 1904 года. Микеланджело Буонаротти. Флорентийская школа. Святое семейство. Гениальное искусство Микеланджело было безграничным. По части живописи, скульптуры и архитектуры он оставил потомству одинаково великие памятники. Но сам он считал своим признанием не столько живопись, сколько скульптуру и архитектуру. Его пылкой, буйной натурой было в особенности неисвойственно писать станковые картины. Его тянуло создавать произведения монументальные и колоссальные. Поэтому до нас дошла всего лишь одна вполне законченная станковая картина, принадлежавшая кисти Микеланджело. Святое семейство, хранящееся во Флорентийской галерее Делюфицей. Как и другие микеланджелофские картины подобного рода, она юношеское произведение великого художника, а именно исполнена вскоре после его первого недолгого пребывания в Риме. Удивительная в этом картине композиция, искусно заключенная в круглую раму, рельефная лепка фигур, чрезвычайно смелые ракурсы в их рисунках, величественная стильность драпировок, но и некоторая холодность колорита, прилизанность в исполнении, изысканность ракурсов и скрученность группы в слишком тесном пространстве, до известной степени оправдывает мнение Бурггарта, сказавшего по поводу этого произведения, что при подобном направлении мысли не следует браться за такие сюжеты, как святое семейство. Однако, несмотря на указанные недостатки и на отсутствие в картине искреннего религиозного чувства, она всегда будет привлекать к себе любителей искусства, мастерством рисунка и лепкой фигуры. Навсегда останется образцом того, как смело компоновал и превосходно рисовал великий живописец. Ну вот такое описание картины. Я нашел книги издания 1904 года. Сокровище искусства, картины знаменитых мастеров, художественные репродукции в фотографиях, Баде Кнампа, перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.